приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корки в воплощении мечты очень интересненькие тут новости я читаю про ангелу меркель ее новые заявления относительно украины относительно минских соглашений фрау возникла вдруг до из своего пенсионного отдыха и пытаются как-то оправдать свои решения до свои отношения с россией с путиным но вероятно у германии или там еще у каких там представителей европы или мира судя по всему возникли вопросы к ангеле поэтому она начала как активно проявлять себя до или мои хорошие знаете что я хочу я открыла сейчас фото ангелы я хочу сделать раз просмотр скажем ее личности да давайте рассмотрим ангелу на предмет того что она за человек какие у него были действительно планы относительно россии относительно путина относительно украины а посмотрим а посмотрим потому что заявление политиков это пыль в глаза из опыта а вот вселенная меня не обманет поехали и так ангела ангела кто ты ангела сигнификатор давайте посмотрим сначала что она себя представляет в принципе как человек кто она как ее может описать для нас высшая сила ангела кто ты сигнификатор твой кто ты ангела такой общественный человек рыцарь пентаклевый общественный так нигде видите рыцарь общественный деятель да деятель принимающий острые решения да туз мечей человек туз мечет вообще информация решения до которая принимает решение решительно решительная такая вот смелая отважная решительная острая пятерка мечей даже конфликтная несколько агрессивная трудоспособная человек весьма трудоспособный давайте что еще скажет ну то же самое я бы сказала да интенсивная такая интенсивная трудоспособная скорая на решение наверное как то так и есть да наверное так и есть как хорошо ангела скажи пожалуйста какие у тебя были отношения с россией твои отношения с россией с россией активные отношения часто видите часто и активно да прям жезловый рыцарь а самим путиным самим путиным отношения финансовые мои хорошие финансовые отношения с самим путиным были у фрау серебряницы и они были очень интенсивные принципе самой страной ну конечно я не обвиняю правов в коррупции но это карта роскоши девятка пентаклей хорошо отношения с путиным отношения с путиным меркель продолжаем какие у тебя отношения с путиным смотрите две карты сразу как интересно да влюбленные и под луной тайные переговоры переговоры тайны скрытые под луной скрытые тайны контакты переговоры договоры ничего себе этого следовало ожидать но я просто ничего себе это это плохое слово ничего себе мои хорошие не надо это повторять ухты ухты я так сказала это ой слушайте а здесь еще и смотрите здесь еще и карта иллюзий еще и вранье между ними было еще между ними была и неискренность видите скрытые скрытые договора и неискренние нечестные нечестные вот как третья карта прилипла под луну спряталась иллюзии под луной супер очень интересно я о чем говорила что вообще вот это совосочетание ничего себе не хорошее сочетание старайтесь его не использовать заменяйте ну ухты надо же да вот что как угодно вот кстати итак отношения с путиным что еще отношения с путиным интенсивные достаточно отношения с путиным и меркель но опять видите несомненно несомненно фрау ездила к нему за деньгой это как пить дать вот просто как пить дать хорошо влияние меркель на путина влияние меркель ангелы на путина влияние меркель на путина ну именно ее влияние было никакое видимо на путина очень тяжело влиять видите он человек лишенный эмпатии он не особо прислушивается к советам, тем более к советам женщины, потому что обратите внимание на его отношение к женщинам, в принципе. То есть нет, она лично на Путина никак не влияла, а вот он на нее. Отношение Путина, влияние Путина самого на Меркель. Ну, скажем, он, видите, проявлял какую-то заботу, да, это как что-то из прошлого, сейчас посмотрим, какая-то забота, старался, видите, это управление, колесница. Вот смотрите, вот Путин запряг фрау, понимаете? Смотрите, это еще тянется из прошлого, это возможно еще из какой-то прошлой жизни, может быть, это даже какая-то история Путина, германская, немецкая история Путина. Смотрите, из прошлого, то есть это давняя история их отношений из прошлого. Смотрите, и он ей управлял, по сути, управлял, ограничивал, смотрите, влияние Путина, управлял ей и ограничивал ее в каких-то решениях. Что-то обещал по звезде, да, что-то ей обещал, давал ей какие-то обещания, король же зла, да, активные, активные, активно какие-то предприниматели. Ну, скажем, смотрите, он ее даже несколько, видите, несколько подавлял своим авторитетом. Я думаю, в их паре Меркель и Путин был главным Путин все-таки, как это, может, покажется вам странным, но Путин был в этой паре главным, он был лидером, он был повозчиком на этой колеснице, он оплачивал, оплачивал Меркель какие-то ее счета, вероятно, тут однозначно были коммерческие интересы, однозначно. Я, конечно, не судья, я не обвиняю никого в коррупции какой-то, еще раз повторяю, это только карты, это только мое мнение, но вот оно какое есть. Я вам говорю то, что мне подсказывают карты. Что у нас сейчас? Сейчас у нас пауза, видите, ну, правда, пауза. Пауза. Ситуация меняется. Ситуация, конечно, меняется, видите, колесо Портуны. Сильно меняется, да. Мадам опять, похоже, желает как-то поработать, да, во вновь изменившихся обстоятельствах, как-то она хочет что-то поменять, что-то сделать, изменить. Но посмотрите, сейчас для нее это очень все сложно. Окей, давайте посмотрим отношение Меркель к Украине. К Украине, да, и поставим на этом точку ангела. Ангела. Твое отношение к Украине на самом деле. К Украине. Ангела. Твое отношение к Украине. Смотрите. Мои хорошие. Украденное оружие. И эта женщина рассказывает, что минские договоренности были шансом для Украины укрепиться перед войной с Россией. Да она украла. Украла у нас оружие. Украла у нас возможности. Это был обман, ложь и воровство. У нас, по сути, украли возможность отвоевать свою независимость сразу. Я больше не хочу ничего смотреть про эту фрау. Пусть тут, как говорится, рассудит Гаага, пожалуй, и какой-то международный там суд. Потому что история эта попахивает дурно, мои хорошие. И посмотрите, ну вы видели, вы сами видели эти карты. Ну, что я тут еще должна говорить? Как я должна это еще комментировать? Это просто, это просто возмутительно. Фрау Меркель. Ох. Вы знаете, это просто чудо, что в окружении вот этих змей Украина выстояла. И сейчас этих всех змей она растопчет. Просто растопчет. И ситуация настолько меняется, что все выходит наружу. То, что я вам и говорила, эта война срывает маски с людей. Срывает эти маски, раскрывает обманы, раскрывает заговоры. Наступает новое время, когда все тайное станет явным. И дай бог, чтобы все предатели, подонки, преступники, в масках они или не в масках понесли достойное наказание. Все, что я могу сказать. Фрау Меркель. Позор. 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 И мне кажется, это, если будут доказаны ее преступления, то это на уровне международного скандала, конечно. Такой расклад. До новых встреч. До новых встреч.